Всем привет, дорогие друзья! Очень часто многие люди и даже спортсмены жалуются на то, что у них живот и жир по бокам. Что делать в этом случае? Сегодня мы разберем несколько очень важных аспектов, которые вам помогут убрать ваш живот и также жир по бокам. Итак, первый аспект, на который люди вообще никогда не обращают внимания, это волнение и стресс. Люди думают, что из-за волнения и стресса нарушаются только нервные системы, а на самом деле из-за волнения и стресса растет живот. Почему? Потому что выделяется кортизол, это такой гормон, который влияет на рост живота, жира на животе. Поэтому избегайте волнения и стресса, и это минус один факт, который вам не нужно будет учитывать. Второй очень важный аспект, это нужно избегать употребления спиртных напитков. Потому что в спиртных напитках содержатся такие гормоны, как фитоэстрогены, и они также способствуют накоплению жира на животе. Знаете, почему у большинства мужчин, которые употребляют алкоголь, а обычно это пиво, в пиве больше всего этих гормонов содержится, у них вырастает огромнейший живот, они вроде сами не жирные, а живот огромный. Именно поэтому, потому что там есть гормоны фитоэстрогены. Не употребляйте алкоголь. Как-то вот так. Третий аспект, вам нужно исключить из своего рациона питания жирные калорийные продукты. Под калорийными продуктами я подразумеваю те продукты, которые содержат быстрые углеводы. То есть это всякие сладости, там сахара, всякие конфеты, там булочки, всякие пряности, то, что вы любите, короче. Это все не надо употреблять и даже старайтесь ограничить себя, ну, по минимуму. То есть вы можете употреблять медленные углеводы также, это каша всякие, рис, да, макароны, но старайтесь их тоже ограничить по минимуму, потому что они тоже способствуют наращиванию не только мышечной массы, но и жира, к сожалению. Сейчас вы, возможно, подумали, что можно есть вообще, если ничего, углеводы нельзя, сладости нельзя, бред какой-то, да? А на самом деле четвертый пункт об этом и говорит, что нужно прибегнуть к белковой диете. То есть вы должны употреблять гораздо больше белков, чем углеводов. То есть кушайте яички, кушайте курочку, кушайте творожочек и так далее. Понятно? Пятый пункт. Вам нужно употреблять минимум 2 литра воды в день. Почему? Потому что вода способствует улучшению вашего пищеварения. И, естественно, улучшается метаболизм. И вы не жиреете из-за этого. И шестое, самое важное, без чего ничего не будет вообще, как многие жирные думают. Типа, я вот не буду есть, я посижу на диете, я похудею. Но, естественно, ты похудеешь, если ты ничего хавать не будешь. Потому что ты испортишь свой желудок, там у тебя рак будет желудка или что там бывает с желудком. Гастрит, там язвы и все такое. Короче, это все очень плохо. Вы останетесь без желудка, в конце концов, и умрете. А поэтому вам нужно делать кардио-тренировки и питаться правильно. И тогда вы не умрете и будете жить вечно. Поэтому мы сегодня разберем, какие кардио-тренировки можно делать в домашних условиях. Поехали! Итак, друзья, первое кардио-упражнение это дерпи. Это очень популярное сейчас движение. И если вы не знаете, я сейчас покажу. Это очень энергозатратное упражнение. Как вы заметили, оно состоит из отжимания и подпрыгивания. Делайте это упражнение и будет все круто. А сейчас мы рассмотрим еще несколько упражнений, которые можно делать дома. Еще я бы посоветовал делать бег на месте, потому что дома вы особо тут не набегаетесь. Поэтому бегаем на месте. А также третье упражнение это прыжки. Сейчас я покажу. Вот так. Сначала бег. То есть бежите просто на месте. Я не знаю, можно так бежать минут 40, но вы бегайте. На улице-то бегайте. Не забывайте правильно дышать. Третье упражнение, да? Это прыжки. Они делаются вот так. Короче, ребят, делая эти упражнения по 30 минут в день и соблюдая диету, не пейте, не курите, белковая диета, вы похудеете за месяц. Я вам гарантирую. Все, друзья, я уверен, эта информация была очень эффективная и информативная для вас. Поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал, конечно же, не забудьте. И до встречи в следующих выпусках. Пока!